вы смотрите отзыв об отеле лора этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Аня-1, который был в нем в 2016 году. В Греции все есть, еще раз в этом убедилась, посетив Кос. На этом острове есть все, море, солнце, вкусная еда, различные пляжи, средневековая крепость, древние развалины и многое другое. К тому же все удобно, компактно расположено. Атмосфера на Косе неторопливая, расслабляющая. Время отдыха 7-19 июня. Туристов было не очень много, возможно, начало сезона, возможно, потому что Кос славится своими ветрами, из-за этого не так популярен у туристов. Во время моего пребывания на острове сильный ветер был первые два дня. На море были волны, но они не мешали заходить в воду. Один день был очень сильный ветер и даже пытался идти дождь. Море очень сильно волновалось и никто не купался, а в остальное время ветер был обычный. А море в районе лампы тишайшая, волн совершенно не было. Погода была комфортная, плюс 25-27. Обычно бывает намного жарче, по словам местных жителей, вода в море прохладная. Отель Лора 2 звезды, расположен в лампе в 2,5 километра от столицы острова. Отель небольшой, семейный, хорошо расположен. У дороги, но шума нет. До города можно прогуляться пешком, минут 25 по симпатичной улице со множеством магазинов и кафе или доехать на автобусе за 5 минут. Автобус ходит один раз в час, остановка около отеля. Отель простой, чистый, уютный. Хозяева гостеприимная, радушная, греческая семья, принимают своих гостей как родных. Очень вкусные домашние завтраки, омлеты, каждый день разные, разнообразная выпечка, домашний мед, варенье, помидоры, оливки и тому подобное, кондиционер за док. Плату 5 евро в день, так как погода была не жаркая, он не был нужен, в холодильник могут поставить за док. Плату 7 евро в день. Номер. Ближайший пляш к телю. Милос в 5-7 минутах, песок и мелкая галька. Заход в море не очень удобный. В мелкой гальке увязают ноги, особенно трудно выходить. Глубина наступает довольно быстро, метров через 7. Такая пляжная линия на всем протяжении от столицы до отеля Атлантиз. Пляж милос плавно перетекает в пляж отеля Атлантиз 4 звезды. После пляжа Атлантиза, пройдя мимо военной базы, попадаем на пляж отеля Акваблубутик Хоутел энд Спа. Там всегда было более ветрено, и всегда волны. Пляжи в сторону города, лежаки везде бесплатные, при условии покупки напитков кафе. Ближе к городу пляжи становятся более многолюбные и шумные. Город Кост небольшой, зеленый, есть что посмотреть, средневековая крепость, несколько комплексов древних развалин, дерево Гиппократа, симпатичная набережная, порт со множеством экскурсионных судов, предлагают экскурсии по трем островам на целый день 25-35 евро. Есть экскурсии в турецкий Бодрум. На территории города находятся несколько комплексов древних развалин. Все они в свободном доступе круглые сутки, только два комплекса, древняя агора и римский дом, время посещения ограничено с 8 до 16 часов. Расположено близко друг от друга, 5-15 минут. Крепость работает с 8 до 20, входной билет 4 евро. Термо это просто небольшой участок у берега, где выходят горячие ключи. Абсолютно естественное место, никак не оборудованное. Только есть небольшое кафе с десятком лежаков и кафе на автобусной остановке, кстати туалетов нет нигде. Автобус ходит каждый час, время в пути 20 минут, билет около 2 евро. От остановки автобуса спускаться к термам 15 минут. Это был мой первый опыт посещения термальных источников, мне понравилось. Асклепион, место поклонения богу Асклепию и врачевание людей. Археологический комплекс, состоящий из трех террас, оставляет внушительное впечатление. Добраться можно на туристическом паровозике и на автобусе. На автобусе дешевле, билет стоит 2,2 евро. Время в пути 5-7 минут. Входной билет 8 евро. Старый пили, пейлион пили, полуразрушенная византийская крепость и древний гор. Очень понравилось это место, горы, лес, руины древних зданий и построек, потрясающий вид на море, симпатичная таверна, туристов мало. Билет 2,1 евро. Время в пути меньше получаса. Автобус доезжает только до современной деревни пили, до пейлион пили еще 4,5 километра. Это оказалось для меня сюрпризом. Я как-то спонтанно поехала, не узнав всех подробностей, поэтому пришлось прогулять до места пешком, это заняло около 45 минут. Зия – туристическая деревня со множеством магазинов, сувенирных лавок, таверина и кафе. Хоть место и туристическое, но очень приятная, расслабляющая атмосфера, девиз этого места – расслабься и отдыхай. Особенно понравился небольшой парк. Входной билет 3 евро, красивая природа, источники, есть животные и птицы, зоны отдыха. Как приятно было поваляться в дымаке в тени деревьев. Какое ощущение покоя. А.Г. Стефанос, не доезжая деревни Кипалос, билет 4,8 евро, время в пути минут 50, есть небольшое местечко Аге. Стефанос – красивейший пляж, небольшой островок с церковью СВ. Антонио – руинер и нехристианский бузилик. Пляж замечательный, песчаный, хороший заход в воду, глубина нарастает постепенно. Лежаки платные 7 евро. Есть небольшой бар на колесах. До островка можно добраться в плавь или на водном велосипеде. Несирос экскурсию на этот остров купила в турагентстве, расположенном недалеко от отеле за 25 евро. В центре города цена 30 евро, у принимающей стороны еще дороже. Гид англоговорящий. Экскурсия хорошо организована, забирают из отеля и возвращают обратно. Паромы на Несирос отходят из кардамены. Здесь можно просто купить билет туда-обратно на Несирос без экскурсии за 16 евро. Паром отходит в 10 часов, в пути минут 45, приятная морская прогулка. Обратно паром возвращается около 16 часов. В экскурсию входит посещение вулкана, затем в монастыре свободное время в городе. К вулкану ехать мне не захотелось, и я большим удовольствием погуляла по городу. Несирос очень понравился, покой, неторопливость, безмятежность. Немного о еде. Перечислю место, где понравилась еда и обслуживание. Таверна на пляже, у Тливор, на полпути от города до отеля, блюдо называется греческая тарелка. 11 евро, всего понемногу, задзыки, долма, фаршированные помидоры, тефтели, клевтика и что-то еще, уже не помню. Очень хороший способ познакомиться с греческой кухней. Энергичный хозяин, веселые и внимательные официанты. Таверна в старом городе на площади Ла Прима, очень понравились креветки в соусе, 10 евро. Услица 9 евро. Быстрое и вежливое обслуживание. Таверна на набережной, место туристическое проходное, но лосось был замечательный, 14 евро. Таверна майка, расположена в двух шагах от отеля, всегда заполнена, столик лучше бронировать заранее. Очень вкусная еда, цены немного ниже, чем в городе. Хозяин очень харизматичный, общительный. Когда заказала рыбу на гриле, хозяин вынес сам и буквально за несколько секунд освободил от кожи и костей, полил соусом и подал. В конце хочу сказать, коз оставил яркое впечатление. Я и половина не успела посмотреть. Планирую вернуться и продолжить знакомство с островом. Желаю всем хорошего отдыха. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.